Я являюсь директором компании «Стройорганикс». Мы производим экологически чистые удобрения на основе торфа. Это жидкие концентрированные удобрения без добавления химии и консервантов. Можно презентацию, пожалуйста. «Стройорганик», пожалуйста. Жидкие концентрированные удобрения торговой марки «Мезарорганик» для всех видов культур, как в открытом, так и в закрытом грунте. На сегодняшний день мы молодая компания. Мы сейчас зашли на опыт 100 гектаров в Крыму на азимы, на пшеницу. Есть наши партнеры, которые уже довольны результатом нашим. Какие отличительные особенности гуминового удобрения «Мезарорганик»? Удобрение производится по новейшей нанотехнологии, без добавления каких-либо химических веществ и представляет собой натуральный регулятор роста развития растений, полученный из экологически чистого низинного торфа России. В настоящее время мы производим удобрения с содержанием действующего вещества гуминовые и фулиовые кислоты 140 г на литр. Из них гуминовых кислот 40 г на литр и фулиовых кислот 95-100 г на литр. Это не гумат, это природный антисептик, можно так сказать, природный проводник пищевых витаминов, минералов, которые есть в почве, которые мы добавляем с другими удобрениями. Это проводник в клетку растений и живых организмов вот этих веществ. Какие назначения? Для зерновых, бобовых, технических, овощных, фруктовых и ремонтантных культур. То есть для любых культур мы производим удобрения. Какие наши преимущества? Увеличение урожайности от 10 до 30%, улучшение иммунитета растения до 100%, повышение стрессоустойчивости растений тоже, улучшение качества внешнего вида и лёжкости урожая, что немаловажно на сегодня. С нашими удобрениями восстанавливается и увеличивается плодородие почвы до 100%. То есть можно взять, грубо говоря, песчаник, два года вносить наше удобрение, и через два года уже можно выращивать культуры. Уменьшение использования минеральных удобрений, агрохимии до 40%. Ну, опять же, 30% прирост урожая, на 50% улучшение корневой системы, 100% улучшение иммунитета растений, 15 дней раннее созревание растений, 100% восстановление плодородия почвы и до 40% экономия минеральных удобрений и агрохимии. Ну, у нас есть друг, у него есть питомник. Раньше, ну, вернее, раньше он думал, вот слева, это смородина, ну, значит, она должна быть вот такой вот. То есть он думал, что это хорошая смородина. После применения с нашими удобрениями, вот с правой стороны картинка, он увидел разницу. То есть это за месяц применения нашего удобрения. Ну, вот такие вот отличительные особенности на салате. Мы проделывали опыт, маленькие салаты, корневые системы, это без удобрений, а побольше видно, это с нашими удобрениями. То есть явно видно прирост урожая и корневой системы улучшения. Наши награды, ну, и наши контакты для связи. Спасибо за внимание. Александр Николаевич, а в каких хозяйствах можно посмотреть эффективность применения? Вот то, что Вы говорите, на 40% снижение минеральных удобрений можно... То есть дорогие удобрения можно уменьшить их применение. Да. И на 30% это колоссальный рост урожайности. Где можно посмотреть, в каких хозяйствах? Смотрите, на сегодня мы заложили опыт у Эрнеста в Крыму. Это какой район? Это Джинкойский район. Заложили опыт на Азимах. Сейчас будет фаза кучения, мы будем еще вносить удобрения. То есть была протравка семян. Сейчас мы будем по мере, ну, по технологии вносить удобрения дальше. И мы можем все это будем посмотреть. И на сегодняшний день мы работаем уже с тепличным комбинатом Белогорский. То есть это закрытый грунт, выращивание в основном томатов. Но агроном по защите растений, ему очень нравится наше удобрение. А по Азимам экономика нормальная будет складываться? По Азимам мы вот сейчас зашли на опыт. Потому что, я же говорю, мы еще молодая компания, нам полтора года. Мы еще на прошлых Азимах, мы еще не заходили с нашими удобрениями. Сейчас вот... Какой дозой вы работаете? Что-что? Дозой какой? С 50 обработки на гектар. Я понял. Доза... То есть литр удобрения разводится на 500 литров воды. И можно обработать один раз в гектар. То есть 500 литров воды на... И за два года плодородия сразу? Нет. Есть схема обработки. То есть, ну, у нас есть схема обработки для каждой культуры, грубо говоря. И, ну, там можно все это посчитать. Где какие культуры, какая почва. То есть есть технологии обработки. А вот вы привели в пример песчаник. Предположим, на песчанике нужен 1% гонуса. Через сколько... Через какое время я могу получить 1% гонуса на песчанике? Через два года. По литру. Не по литру. Я же говорю, нужно рассчитывать, ну, для каждой культуры, да, вот, возьмем там песчаник, да, нужно рассчитать там, что мы хотим посадить. Посеять, да, или посадить. И из этого уже начать подготовку. То есть в течение... Вы представляете 30-ти сантиметровый склой на гектаре, сколько... Ну, молодая компания. Молодая компания. Это главное. Нет, молодая компания. Но, во всяком случае, проследить, какой результат опыта, это будет интересно на Азимах. Я думаю, будет и видео, то есть Эрнест же делает и видео, и в Ютубе будет, и... А, так это у Эрнеста, да? У Эрнеста. Ага, ясно, ясно. Это интересный фермер крымский, очень такой позитивный и думающий, экспериментирующий. Вот, будет любопытно посмотреть. Интересный результат. А нам самим будет интересно любопытно. То есть, то, что вот мы... То есть, это в конце июня уже... В конце июня он убирает... Уже будет результат. Пшеницу. Да, ясно. Хорошо. Нет вопросов побольше? Нет. Но давайте будем следить за молодой компанией. Если найдете альтернативу эффективную минеральным удобрениям, да еще с таким ростом гумуса, то это будет круто. Еще немаловажный факт. На сегодняшний день, ну, можем пока технически произвести 50 тонн удобрений в месяц, но цены мы не поднимаем на них. Цена на сегодняшний день 1050 за литр. Ну, однако, что... Ясно. Цена не маленькая. Да. За литр. Спасибо. Спасибо, Александр. Результат хороший. Зато за 2 года... Спасибо.